11 октября 2016 года против сотрудников полиции возбудили дело по части 4 ст. 307 УК РК бездействия по службе, то есть неисполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций своих служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшие тяжкие последствия. Меры наказания по данной статье от 4 до 8 лет лишения свободы. Как рассказали родственники обвиняемых, Максату Шляшеву и Ермеку Шуканову позвонили сегодня ночью из областной прокуратуры и приказали явиться немедленно в гражданской одежде. И практически до 12 дня оба полицейских пробыли на допросе у местных прокуроров. Уже с утра у здания областной прокуратуры собрались родственники и друзья подследственных. Как рассказали собравшиеся, полицейских могут прямо из прокуратуры забрать в суд и там избрать меры пресечения арест с пребыванием в местном СИЗО. В составе протестной группы присутствовали жены начальника местной полиции и его зама. Как говорит Сандуга Шляшева, ее муж вместе с Ермеком Шукановым 5 июня, узнав о нападении преступников на оружейный магазин «Паллада», не дожидаясь тревоги на собственной машине без оружия, выехали на место происшествия. А потом преследовали автобус с террористами до ворот воинской части Национальной гвардии. Там же они первые оцепили подъезды к воинской части. Наши мужья, естественно, блокируют, везде на камере это зафиксировано. То есть они на своей гражданской машине без оружия блокируют, эвакуируют мирных жителей. Там в действительности они жизнью рисковали, патрульную блокировали, все делали по инструкции. То есть еще один автобус там ехал, они остановили, загородили там, это есть Батыра, оживленные же улицы, чтобы люди не проходили. То есть за ворота, которые пули летели, они принимали на себя. Это все вида. То есть военные должны были по инструкции отразить огонь с той стороны, с внутренней стороны на террористов. А с гора, с ворота, с около хода, должны были встретить. Собравшиеся были возмущены тем, как в данной ситуации проявили себя руководители силовых структур. Как известно, после июньских событий поменялись начальники Актюбинского ДКНБ и ДВД. Хотя здесь должен быть и начальник ДВД. Он самый главный. Он в таких случаях должен сидеть начальником штаба, руководить этим всеми. Но его как бы и не оказалось. Сейчас он здравствует, в другом месте сидит и отдыхает. И вот эти два рядовых сотрудника попали вот под это. Как говорят родственники подследственных, сейчас их оставили наедине с этой трагедией. Сейчас они, получается, мы остались один за... Сами за своей бедой, получается, никто не поддерживает. Местная полиция подчинялась Акиму городу, Акиму область непосредственно подчиняется. Сейчас, получается, они от нас отвернулись. Все молчат. Все, в общем, одним словом, защищают. Вы единогласно проголосовали, когда его назначали на эту должность? И единогласно сейчас отвернулись. Во время интервью Сандуга Шляшева не скрывала слезы и сказала, что если ее мужа осудят, то она сожжет себя перед зданием Акарды в Астане. Чуть позже подследственных все же отпустили под залог и подписку о невыезде. Сумма залога не разглашалась. Сейчас дело расследуется генеральной прокуратурой. В настоящее время рассматриваю вопрос об избирании залога. Буквально сейчас, через 10-15 минут, уже будет окончательно решен вопрос. Вопрос о сдержании не стоит. Подробности дела следственные органы отказались разглашать. Антон Пережогин, Алексей Уразов. Программа «Факт». Программа «Факт».